Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас уже четвертая часть видео о способах управления к состояниям объекта в блейзере. На этот раз мы будем говорить про MVVM. MVVM это Model-View-View-Model, то есть такой паттерн, он очень классно вложится в парадигму блейзера и на самом деле очень классно реализовать на основании этого паттерна всю логику, которая, собственно говоря, нужна вам. Суть заключается в том, что вы в модели содержите все, что нужно для того, чтобы нарисовать интерфейс, а интерфейс просто подцепляется к этим вот кускам кода, к кускам интерфейсов, к этим свойствам, если хотите, которые, собственно говоря, просто рендерит и никакой логики в самом блейзере не существует. В ViewModel можно, собственно говоря, за исключением там некоторых нюансов, перенести, например, в DPF и, собственно говоря, это тоже будет реализовано. Прямо в DPF нарисовать формы, которые будут отрисовывать как раз этот же принцип, используется и там. Ну и перед тем, как переключиться, напоминаю, что подписавшись на канал, вы будете получать уведомления о новых видео, в общем, не пропустите и следующую часть, на самом деле монополия интересная и красивее, но мне нравится ViewM, поэтому давайте переключимся в Visual Studio и начнем творить. Итак, я создал новый проект, который Blazer, который WebAssembly. Собственно говоря, еще раз повторю, что неважно, WebAssembly или серверная часть, они работают одинаково с точки зрения управления состоянием. И, в общем, видим мы опять ту же самую проблему, что если я накликаю, перейду на какую-нибудь страницу, вернусь, каунт разбрасывается и, в общем, давайте решать эту проблему теперь уже новым способом, который называется MVM. Первым делом я создам этот самый MVM, я создам папку для начала, которая называется ViewModels. Ну, предполагается, что у меня их там может быть много. Эта папка теперь у меня будет содержать iCounter, ну, пусть будет не ViewModels, а просто Model, хотя можно, конечно, назвать его ViewModels. В общем, суть сводится к тому, как я сказал ранее, здесь мы будем содержать все свойства, то есть я сделаю интерфейс, которым потом буду пользоваться. Теоретический интерфейс, конечно, можно не делать, но это привычка, и это, на самом деле, помогает в виде тестирования. В общем, как-то вот так. Я сделаю интерфейс, у которого не идет Get, я сделаю Task, у которого улюбим, не шли, а лайс. То есть у меня будет какая-то инициализация. Дальше. Инициализация. Дальше. Инициализация. Ой. Инициализация. Собственно говоря, мне здесь также потребуется тот же самый элемент. Это будет Action, будет Global и Counter Changed. Опять. Собственно, так, еще мне потребуется здесь как раз IntIncrementCounter, то есть тот самый метод, который мы использовали ранее. Ну и теперь я сделаю от этого интерфейса наследника. И, естественно, я реализую все свойства. Ну и, конечно же, он будет у меня публичный. И сразу же, пока я не забыл, потому что часто забываю, Builder.ServicesAdScoped. И здесь у меня как раз будет iCounterModel, нет, iCounterModel, вот так вот. Да что такое? CounterModel, запятая, iCounterModel, вернее, просто CounterModel, вот так вот, его реализация. Ой, конечно же, вот так. То есть я сделаю сейчас модель, я сделал интерфейс, я смогу их, я зарегистрировал в контейнере, соответственно, могу инжектировать на странице и получать, соответственно, везде, собственно говоря, где мне потребуется. Ну и первым делом давайте сделаем свойство count. Оно у меня риторий, соответственно, мне нужно как-то его установить. И для этого я здесь напишу private set, то есть внутри этого iCounterModel я смогу устанавливать. И для начала давайте сделаем такую мициализацию. Если у меня, допустим, count равен 0, ну, допустим так, если не равен 0, вот тогда count установить в 900, в 1000, пусть будет 1000. И здесь у меня, соответственно, нужно сделать NatifyCounterChanged. И соответственно, мне нужно этот метод реализовать. Вот она. Давайте его реализуем. void. И здесь как раз будет тот самый counterChanged. Ну, пусть будет плюс-плюс. И опять же, мне нужно сделать NatifyProperty в смысле counterChanged, соответственно, и returnCount. Ну, тут уже можно варьировать, на самом деле, делать как бы в NatifyCounterChanged предыдущее значение, новое значение. В общем, этим тоже можно управлять. Это на ваше усмотрение, если вы захотите это расширить. Ну и я еще сделаю здесь такую штуку, чтобы не отход начал собираться. Ну, что здесь нужно прокомментировать? Опять же, я повторюсь, весь функционал, весь функционал, который был зашит изначально встает в машине, то есть он разбросан был по всего коду, в данном случае мы создали универсальный интерфейс, в котором как раз есть то самое состояние, есть как раз инициализация, есть события, которые будут инвестироваться на случай, если вдруг какие-то изменения будут. Соответственно, если у вас будет больше свойств, у вас будет больше событий, или вы можете целиком отправлять весь объект на изменения. В общем, тут уже, опять же, решать вам. Соответственно, все зависит от того, как вы безудобно будете строить. Ну и метод, который будет инкрементировать этот counter где-нибудь там уже в другом месте. И надо сказать, что я сразу позаботился об инициализации, то есть инициализация у меня обычно создаётся в самом начале, когда какой-то компонент только создаётся. И сейчас этот компонент у меня пока называется counter. Давайте здесь теперь этот counter доведём дома. Ну, теоретически здесь у нас всё как работало, так и работает в предыдущей версии. Ну, давайте reject the iCounterModel. И, соответственно, вот это вот. Мы теперь меняем counterModel.count И вот это теперь не нужно. И вот здесь говорим counterModel.increment. Ну, смотрите, на самом деле я здесь делал, что у меня возвращается какое-то значение после инкремента, то есть новое значение. Теоретически мне это не нужно, но давайте я тоже это уберу. Оно мне правда не нужно, и потому что я ничего не буду возвращать. В смысле в этом особо нет. Потому что я всегда буду обращаться к свойству, когда я что-то подгорячился. И вот так это будет. Вот. Ну, теоретически вы можете это делать, если, допустим, будет возвращаться какая-то более сложная или логика, или какой-то комплексный тип, который вы можете обрабатывать помимо того, что будет возвращено, или это будет на бэкэнде какая-то обработка. В общем, это имеет место быть, имейте это в короче в виду. Ну, и смотрите, я сейчас, собственно говоря, запущу приложение. Мне, в принципе, ничто не мешает это сделать. И я покажу, чего мы добились и как это работает. То есть я кликаю сюда, перехожу, возвращаюсь. У меня каунтер возвращается. То есть это уже будет работать. Мне никаких подписок дополнительных не требуется. И, собственно, единственное, что если я захочу, опять же, например, где у нас там было бот? Вот здесь в nav-меню сделать то же самое. То есть Inject iCounterModel. И здесь я выберу counter-model. Давайте теперь его вот сюда. В кавычки все так же. CounterModel.Count. Запустим это приложение. Не попал. Вот. То теперь, собственно говоря, у меня здесь counter тоже будет. Но он будет обновляться только когда я буду... Ну, то есть та же самая картинка, что и в прошлом видео. Мне нужно, чтобы это было очень как бы вместе все. То есть одновременно обновлялось. Давайте я это проделаю. Ну, а это, собственно говоря, делается по образу и подобию, как это было в прошлый раз. Мне нужно метод Copyright, который называется Initialize. Здесь мы должны сделать counterModel подписку на его изменения. То есть мы должны сказать, что мы хотим onCounterChange получать события. Вот так. Сейчас мы эти события создадим. Вот. И, собственно, здесь мы единственное, что хотим сделать опять state has changed вызвать. Но так как мы подписались, мы должны обязательно отписаться. Я, кстати, не рекомендую это делать. Иначе у вас будет некоторое количество утечек памяти. Disposable. И, соответственно, сделаем метод. И в этом методе, как вы помните, я также сделаю отписку. Но уже оставлю здесь минус. И, соответственно, я теперь запущу. Мне, в принципе, ничто не мешает это сделать. Давайте проверим, что это теперь работает. Я кликаю. У меня сразу обновляется и здесь, и здесь. И это на самом деле круто. И состояние сохраняется. И опять же проверим, что это будет работать. И, например, если я сделаю кнопку. Аккаунтер вот здесь. Запускаем. Здесь у меня вот кнопка. Меняемся на каун. В общем, все работает как из коробки. На самом деле, с точки зрения банальной эрудиции. То есть, юзерского интерфейса ничего не изменилось. Все работает и вообще замечательно и классно. Другое дело, что теперь вся логика инкапсулирована в MVVM объект. То есть, в MVM модул, если хотите. Который, собственно говоря, может, ну так вот, чисто гипотетически, да, предположить. Может лежать в другой сборке, например. И, собственно говоря, любой интерфейс. Там и Blazor. И, допустим, Zomarin.Forms. И, допустим, собственно говоря, даже DPF. Они смогут отобразить уже только используя те механизмы, которые есть уже на платформе реализованные. То есть, ну, то есть, вот такая штука, которая позволяет логику управления вот этим объектом. Его отображением инкапсулировать вот этот ZomniModule. То есть, закрывать его от внешнего воздействия. Ну и, собственно говоря, давайте попробуем проинициализировать еще. Потому что что-то, я кажется, это не сделал. А, ну да, смотрите, у меня... Зачем я делал вот этот вот самый... Так, это нам не нужно. Вот этот вот... Где? Inishalize. Ну, теоретически, да, смотрите. Вот мне сейчас потребовалось, чтобы у меня было тысяча на таймере. В смысле, да. На, 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 ка, на три. И мне это нужно как-то сделать. И, собственно говоря, вот, если говорить про Counter, то здесь нужно сделать полный Inishalize. Здесь нужно, как это называется, Counter Remodel и Inishalize. Собственно говоря, это все, что мне нужно сделать. Ну, в общем, в принципе, это как бы работает таким образом паттерн. Когда вы создаёте какой-то объект, его обычно инициализируют, и потом уже эта инициализация проверяется. Вот смотрите. И работает. А я какой? Increment Counter, да? А, нет, не шагаюсь. Если не равен 0... А, ну да, я наоборот сделал. Давайте поставим... Если равен 0... Стоп. Давайте ещё раз запустим. Вот. Он будет инициализирован в 1000. Вот. Как вы видите, всё сработало. И на самом деле, в общем, тут как бы есть свои плюсы вот использование вот этого MBVM-паттерна, который, собственно говоря, даёт дополнительные возможности по управлению, потому что они внутри этой модели, и её легко вот заинжектить, как русски так сказать-то, влить в нужный вам класс и, собственно говоря, управлять им уже более гибко. Ну, наверное, на этом всё. Давайте встретимся в следующем видео. Пишите правильный код. Пишите.